Всем привет! Сегодня у меня на обзоре очень интересная модель наушников от британской компании IMR Audio. Называется модель R1. IMR Audio решили сразу зайти из козырей и выпустили модель, даже не знаю, наверное все-таки ближе к топовому сегменту. Их цена 500 фунтов стерлингов или где-то 700 долларов по текущему курсу. С одной стороны весьма дорогие наушники, с другой стороны с учетом того, сколько нынче стоят всякие топы даже в компактном форм-факторе, в общем-то уже чуть ли не средний сегмент. Наушники интересны сразу двумя вещами. Во-первых, это то, что используется гибридная схема, используется одновременно большой 13-мм динамик с бериллиевым напылением диафрагмы и керамический твиттер. И еще интересно то, что тут эти наушники позволяют переключаться между открытым и закрытым акустическим оформлением очень быстро и в этом есть свои некоторые плюсы, о которых я расскажу попозже. Ну давайте рассматривать эти наушники подробнее. Прежде чем продолжать этот обзор, необходимо сделать одно замечание. IMR Audio это компания, которую основал тот самый Боб из компании Trinity Audio. Как оказалось, впоследствии в Trinity он был только одним из сотрудников и работал там над звуком и собственно дизайном продуктов. Ну и конечно отвечал за них на форумах, в социальных сетях и по почте. Когда стало понятно, что Trinity собирается вести свой бизнес не совсем честно и кинуть толпу народа на деньги. Боб оттуда ушел и вот как через какое-то время разработал, основал компанию IMR, разработал наушники R1. Это не предзаказ, не Kickstarter. Тут все откровенно, если вы эти наушники покупаете, они сразу отгружаются, поскольку они есть в наличии на складе. Поэтому в общем-то я не буду больше обсуждать компанию Trinity и этот обзор посвящен ним, поэтому в общем-то думаю к Trinity возвращаться нет смысла, переходим к R1. Упаковка с одной стороны простая, с другой стороны интересная. Полностью черная коробка с логотипом, больше никакой полиграфии, сзади крупно напечатаны технические характеристики. Как я и говорил, гибридная схема, пять сменных фильтров ожидаемо, наверное, пожалуй, двухпиновый сменный кабель, 32 ома импеданса, чувствительность 108 дБ, нормальная. Очень широкий диапазон частот от 14 Гц до 40 кГц. И замеры показывают, что это правда. Ну и в общем все остальное так, как ожидается от нормальных наушников. Внутри еще одна внутренняя коробка, на этот раз красного цвета. Тут были наушники сами, но я их уже вытащил, поскольку я их прогревал, слушал, оценивал, я их не стал отцеплять от кабеля, чтобы сложить обратно. В коробке находится чехол с самими наушниками и в нем же лежит прищепка для крепления провода к одежде. И тут неплохой набор насадок. Три пары, вернее, четыре пары однофланцевых насадок, в том числе одни, которые уже на наушниках. Двухфланцевые насадки, две пары пенок разного размера, ну и, собственно, адаптер на 6,3 мм и кассета с различными сменными фильтрами. В общем, четыре пары запасных и еще одни прямо на самих наушниках. Тут все достаточно ожидаемо и, в целом, пожалуй, комплект аксессуаров весьма-весьма неплохой. Если говорить о внешнем виде, то R1 наушники немного парадоксальны. Практически на всех фото и отчасти на видео они выглядят хуже, чем в реальной жизни. Я вот не знаю, что создает такой эффект, но в жизни это достаточно интересные наушники, необычной формы, с таким слегка индустриальным дизайном. На фото все время складывается впечатление, как будто их переехало два раза танком. Но вот, в принципе, я думаю, сейчас на видео они все-таки выглядят ближе к тому, как они смотрятся в реальной жизни, чем на фото. Хорошие металлические корпуса, достаточно интересной формы, с вот таким вот выступом под винтик. И самое забавное, что благодаря этому выступу они лучше садятся в уши. У них под правильным углом выходит звуковод. Звуковод, естественно, сменный, он отвинчивается и привинчиваются другие. Это и есть те самые фильтры для тюнинга. Они сделаны под правильным углом и эргономичным, и хорошо садятся в уши, обеспечивая достаточно неплохую звукоизоляцию, чуть выше среднего. Но это при условии, что вы их переключите в закрытый режим. В открытом режиме чуть-чуть хуже, но все равно в целом более-менее адекватно. Все. Насадки держатся хорошо, посадка для меня, по крайней мере, очень комфортная, все здорово. Тут вот этот регулятор, который вот так вот поворачивается, и наушники из открытых превращаются в закрытые. Поворачиваем обратно, и они снова полуоткрытые. На самом деле разница по изоляции не так велика, хотя она есть. И полуоткрытые, ну скажем, они не превращаются в совсем открытые, поскольку они все-таки открытые частично, и там внутри есть демпфер. Поэтому нельзя сказать, что прям там становится сильно слышно все, шум и так далее. Плюс в открытом режиме они немного играют наружу, но тоже, скажем, в пределах вполне допустимых. Кабель сменный, используя двухпиновый коннектор, но с выступом, поэтому подобрать альтернативу, думаю, будет не так просто. Хотя, наверное, и не понадобится. Очень стильный коннектор с вот этой насечкой, и очень-очень тугой. Я вот даже не пытаюсь их отсоединить, потому что один раз подключив, нужно очень сильно тянуть, чтобы их отключить. Сам провод первый раз, когда я его увидел, достав наушники из коробки, произвел такое брутальное впечатление. Судя по всему, он способен пережить ядерную атаку, а судя по стране происхождения, то, наверное, даже переживет и химическую. Провод весьма толстый, но на самом деле, как по прошествии какого-то времени, он стал мягче, чем был изначально из коробки, и действительно стал удобнее. Несмотря на такую заметную его толщину, он достаточно хорошо ложится за ухо. Конечно, хотелось бы, чтобы тут его можно было подогнуть, сформировав заушину, но этого нет. Но, в принципе, и без этого он, по крайней мере, у меня держится на месте нормально. На холоде почти не твердеет. С учетом толщины, мало склонен к запутыванию, и микрофонный эффект выражен слабо. То есть, шума на самом деле почти нет от трения кабеля об одежду. Хотя, в общем-то, с такой толщиной это стоило бы ожидать, наверное. В общем, по словам Боба, кабель разрабатывался с прицелом на максимальную выносливость и устойчивость. Он идет до разветвителя. Тут есть ползунок регулировки длины до подбородка, металлический блочок разветвителя. И дальше он идет еще толще, в еще более солидной изоляции, до углового штекера. Тоже, кстати, весьма прочно сделанного. Кстати, забыл сказать, что в тех версиях, которые продаются сейчас, проводов два в комплекте. Второй точно такой же, но с балансным 2,5-миллиметровым коннектором. Поэтому, в принципе, будет и запасной провод, и возможность использовать баланс. В общем-то, с точки зрения дизайна, они мне скорее нравятся, чем нет. Садятся они мне до 100 весьма удобно и обеспечивают неплохой комфорт и удобство в ношении. Ну и, конечно же, о звуке. В принципе, перед тем, как эти наушники выйдут на полный потенциал, с ними нужно проделать несколько операций. Во-первых, это прогрев. Тот редкий случай, когда действительно наушникам необходим небольшой прогрев. Где-то часов 30 примерно плюс-минус пойдут им на пользу. Поскольку все-таки берилевая диафрагма, большой излучатель, думаю, ему нужно какое-то время, чтобы подвес вошел в рабочий режим. Также нужно подобрать правильные насадки. Мне больше всего, пожалуй, нравятся спинфиты, которых в комплекте нет. Ну, достать их не проблема. Или же однофланцевые, силиконовые. Ну, там, скажем, есть те, кому больше нравятся пенки. Дальше выбрать нужный фильтр, поскольку вариантов много и звук варьируется в достаточно широком диапазоне. И наушники можно превратить и в весьма басхедные, и в почти нейтральные. Ну и, конечно же, открытость-закрытость тоже влияет на звуковую подачу этой модели. Причем, что интересно, при переключении в закрытый режим, у них немного увеличивается акцент на низких частотах. И в целом это, наверное, логично. Поскольку закрытый режим нужен в первую очередь на улице, а там именно низкочастотный шум, это то, что лучше всего проникает через пассивную шумоизоляцию. И низкочастотный диапазон больше всего страдает при использовании наушников на улице. Так что, в общем-то, все логично. Выходим на улицу, закрываем их, и немножко добавляется НЧ, и получается, скажем, вариант для улицы. Дома или в офисе поворачиваем их обратно в открытое состояние, и получаем более нейтральную мониторную подачу. Я пробовал разные варианты фильтров. Например, с золотистыми фильтрами их можно превратить в такую настоящую басхедную модель. Я, допустим, не басхед, поскольку, скажем, бас люблю в ограниченных количествах, его должно быть нормально сбалансировано по количеству. Ну, по крайней мере, в моем представлении именно так должны звучать басхедные наушники. То есть, много баса, но при этом он с нормальной скоростью, не размазанный, не сильно гулкий. И при этом средние частоты чуть смягчены, но подаются хорошо, и есть верхние частоты, как бы, ну, не лезущие на передний план. Но я для себя выбрал синие фильтры, которые предлагают практически нейтральный тюнинг, и, в общем-то, с ними получается очень хорошая, натуральная, естественная подача. Низкие частоты тут все равно остаются в любом случае очень заметными, но при этом с синими фильтрами они не доминируют. Они почти ровные с средними частотами, если смотреть по АЧХ, но при этом они ходят очень глубоко. Это или самые глубокие наушники, что я слышал, или одни из самых по низким частотам, если, конечно, правильно подобрать насадки. При этом все хорошо контролируется, и бас не наползает на средние частоты, оставаясь прекрасно контролируемым. Он не мега-скоростной и не подсушенный, как в арматуре, но разрешение очень неплохое, как и передача текстур, и разделение инструментов низкочастотных. И вот он такой, он массивный, он всегда показывает свой характер, хорошо передает всякие раскаты, грохот, и за счет этого инструменты с низкочастотными нотами, которые играют с уходом вниз, ближе к области баса, эти инструменты обладают прекрасной телесностью и звучат очень реалистично. Средние частоты подаются чуть-чуть капельку сглаженно, то есть не совсем там, скажем, слитно, как у некоторых моделей, но вот нет уклона в микроконтраст. Скажем, может быть, иногда мне его и не хватает, но это скорее общая такая манера подачи наушников. Они массивные, но без излишка. Они цельные, они очень подают все в такой вот слитной манере, очень когерентные в этом плане. Средние частоты эмоциональные, драйвовые, детализация очень и очень неплохая, и вот, скажем, они сбалансированы. Это скорее наушники не для тех, кто хочет выслушивать микронюансы, а для тех, кто хочет воспринимать музыку в целом. Но при этом, естественно, эти наушники не теряют никаких значимых деталей, хорошо передают характер записи. Воображаемая сцена очень широкая и больше средней в глубину, в общем-то, ну это в открытом положении. В закрытом чуть-чуть похоже, но все равно достаточно нормально. В открытом положении она очень большая, объемная, с хорошим разделением инструментов. Размеры инструментов реалистичны, и очень проработка планов в глубину тоже очень натуральная. Они чуть-чуть не резко разделены, а вот именно с небольшими такими переходами за счет этого достигается очень приятное чувство реализма. Но при этом наушники искусственно не раздувают сцену, поэтому так, что необходимо, чтобы все это было хорошо прописано и в записи. И вот верхние частоты, они тоже, я их люблю, и мне они тут нравятся. Они очень протяженные, они уходят практически до 40 кГц, как это показано на графиках и замерах. Конечно, выше 20 кГц люди чаще всего не слышат, а с возрастом еще больше эта граница снижается. Но исследования показали, что все-таки подавляющее большинство людей способны отличить, когда в музыке есть СВЧ составляющая, а когда нет. Поэтому, в общем-то, если вы хотите выжать уже совсем максимум, даже теоретически, а не практически, то вот, наверное, это одни из тех наушников, которые для этого стоит использовать. Естественно, нужны еще и соответствующие записи с более высоким разрешением, чем 44.1. Так что, как раз эти наушники Hi-Res стикер заслужили вполне заслуженно. Хотя, по-моему, их как раз не сертифицировали для этого сертификата. Так вот, я до этого, скажем, некоторые слушали наушники с керамическим излучателем, но они в основном разочаровывали, поскольку обычно верхние частоты керамики компенсировались каким-то слишком раздутым басом и так далее. Ну, это были грустные истории. Вот, наконец-то, наушники, в которых керамика действительно себя показывает с хорошей стороны. Играет очень детально, очень классная вот эта слоистость, которую я очень люблю на верхних частотах. Хорошая проработка атак и затуханий, но при этом они достаточно нерезки. То есть, конечно, не для ВЧ-фобов, поскольку наушники очень протяженные на ВЧ. Но ВЧ тут очень аккуратно отрегулированы количественно, и за счет этого, в общем, предлагают действительно хороший баланс. Они хорошо компенсируют всю остальную часть АЧХ и добавляют очень здорово вот это ощущение реализма. То есть, скрипка, допустим, фортепиано в хороших записях, такие тембрально богатые инструменты действительно раскрываются с очень хорошим эффектом натуральности и естественности. Очевидно, что подобная подача в ВЧ налагает соответственность на верхнечастотный диапазон и записи, и плеера. То есть, как бы в записи все должно быть хорошо прописано, а не просто обрезано и закомпрессировано в этом диапазоне. И, естественно, также плеер должен хорошо эту часть диапазона контролировать. Ну, поэтому, с чем попало, их, пожалуй, не послушаешь. Им все-таки нужно что-нибудь хорошего уровня. Они хорошо себя показали с iBus 200, с третьим усилком, например, с Ultima и со вторым опусом. В общем, такие, блин, они тяготеют все-таки к более топовым источникам. Если же говорить о сравнениях, что там у нас есть в этом ценовом диапазоне? Чуть-чуть дешевле это 3001 DUNA. Они более холодные, более детальные на средних частотах. Иногда это звучит лучше, иногда хуже. Верхние частоты тут заметно более интересные, протяженные и детальные. А по низким частотам, наверное, тут тоже бас, может быть, чуть менее скоростной. Но при этом он более сбалансированный с точки зрения веса, удара и так далее. Также, что у нас там еще есть в этом диапазоне? Gamefire Audio Lira. Очень хорошие динамические наушники. Они, пожалуй, чуть лучше на середине. Но, скажем, у них меньше баса. Они такие более нейтральные, более мониторные. По VCL эта модель для меня, по крайней мере, лучше. Скажем, Andromeda. Ну, Andromeda все-таки стоит почти в два раза дороже. И тоже неудивительно, что она, пожалуй, лучше. Она детальнее, мониторнее, более такая аудиофильская модель. В общем, ну, тот случай, когда разница в цене себя оправдывает. Больше я, кстати, таких моделей, подходящих по ценовой категории, наверное, даже сходу и не вспомню. Так что, в общем-то, AMR сумели сделать действительно интересную модель. С необычной подачей, очень вкусной. Мне она вполне нравится. Стилистически практически универсальна. Особенно с учетом возможности тюнинговать звук. Поэтому, скажем, с дополнительным басом электронная музыка прекрасно заходит на нейтральных фильтрах. И классика, и тяжелые стили себя хорошо показывают. Хотя тяжелые стили, конечно, за счет того, что не всегда качественно записаны, также не всегда качественно играют. Но это проблема не наушников, конечно же. В общем, мне наушники весьма понравились. Они хороши по дизайну, предлагают возможности тюнинга звука. Очень необычная конструкция. И действительно хорошо, интересно играют. Не похоже ни на что другое. Поэтому модель получилась, можно даже сказать, наверное, инновационной. В том плане, что используются такие наработки, которых почти нигде нет. Спасибо за внимание.